в эфире программа звезды русского мира сегодня у нас в гостях народный артист россии художественный руководитель театра школа современной пьесы иосиф рахиль каус иосиф леонидович здравствуйте у вас такая судьба захочешь придумать вообще не придумаешь скажите вы фаталист такой неожиданно неожиданный вопрос нет я я верю только в то чем сам могу каким-то образом но если не управлять то хотя бы влиять я совершенно убежден что господь бог находится не там а вот здесь внутри и ты сам автор своей жизни своей биографии своего окружения своей профессии своих детей своих любимых своей страны вот и автор всего и поэтому ни на кого не следует перекладывать ответственность ни на кого поэтому тем более фатализм это нет конечно своей одесской книжки называется дорогие друзья кто есть такая тоже она вышла смотри стадия потом переиздали в москве огромным тиражом она здесь легко пользовалась большим спросом и пользоваться поселением так вот там вы пишете что несмотря на то что учились в ленинграде живете работаете в москве ставили спектакли в нью-йорке и истамбуле путешествовали по мексике перу чили лучшими все-таки считаете свои одесские годы жизни да это там где вы родились жили все так считают вы сейчас сейчас послушайте сейчас все вспоминают прекрасный потрясающий советский союз грандиозный где вообще вот там ломились прилавки от еды где бегали с тем что давайте мы вас вылечим рассказы невероятное ощущение что я жил другой стране так это знаете что вспоминает вспоминает свою молодость и это нормально мы все вспоминаем свою юность и для нас в юности ну чё тут говорить небо было голубым море теплым даже там где нет моря в москве она все равно было и все прекрасно нет естественно это нормально что люди помнят хорошая плохое быстро уходит это прекрасное на свойство человеческое и конечно я помню свою родную одессу и при том что я в школе изучал украинскую мову у меня среднего света можно это только на украинский мове колыца вот рим на лы а лы зверным из дороссийской будем продолжать по-русски тем не менее конечно это прекрасный город прекрасное место из которого я вовремя уехал как и многие мои а вы когда прижать кстати вы по-русски или куда сюда в одессу в одессу вы знаете это удивительно хотя нам все время рассказывают как они борются страшно с русским и действительно они борются они много глупости там совершают бесконечных но это удивительно в моем родном городе одессе где я там какой-то там почетный обладатель всех одесских там регалий наград я прихожу на телевидение у них очень много у них 30 с лишним только частных каналов не говоря государственных я починаю разговаривать и знаменит украинский мой вон и вы повидаюсь мы не на российский а я еще раз говорю я начинаю с ними говорить по украински они отвечают по-русски и весь город говорит по-русски естественно и театр русский драматически работает прекрасно русском языке и рядом еще один замечательный театр которому руководит мою любимую ученика выпускник моей мастерской гитриса саша ониченко тоже играет только по-русски и так далее и так далее это все наши пропагандистские рассказы про то что в украине нет русского языка есть и русский язык и русский культура и я очень рад что вот фонд русский мир занимается поддержкой пропаганды и языка и культуры русской мне кажется что бы не делали наши не всегда дальновидные руководители культурные связи человеческие связи обязаны быть и при любой возможности их нужно поддерживать наш театр мы до вот этой революции 14 года мы ежегодно гастролировали в киеве в одессе но естественно пусть после этого в киеве уже мы не нас туда не зовут мы и не а вот в одессу зовут и каждый год вот исключая эту пандемию каждый год большие гастроли в одессе московский театр школы современной пьесы на русском языке и у нас перри аншлаги у нас овации у нас потрясающие отзывы в час опять нас ждут и всегда между прочими губернатор и мэр ждут приглашают помогают так что просто ваш рассказ бальзама на сердце один не бальза мало того в этом смысле я стараюсь вот здесь украину не ругать а в украине естественно россию ни в коем случае но тем не менее должен сказать что вот я хочу похвалить наше министерство российское которое нам в программе большие гастроли помогает гастролировать в украине а вот они этого не понимают вот тут я с ними сильно не согласен они не понимают что люди культура связи не понимают если нет вот вы сказать что годы в одессе были счастливы это были послевоенные годы 47 год да 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 послевоенная это беда середина прошлого века страшно меня когда спрашивают я в ужасе говорю представляете я успел родиться первой половине прошлого века это невозможно осознать но нет годы прекрасные ну что я столько об этом уже и написал и рассказал потом мы же идеализируем всегда детство юности для нас деревья были большие да нет но видите я все равно понимаю что для меня вот та жизнь при советской власти была чудовищной для меня я это понимаю я был лишен главного я был лишен свободы я думаю вы это будете вырезать и поэтому для меня благословенные девяностые прекрасные сейчас я обрету огромное количество противников но для меня то что сделали горбачев ельцин гайдар чубайс то есть вернули человеку его право на работу на свободу на возможность выезда за рубеж на возможность читать то что я хочу читать а не то что диктует мне дядя из райкома партии я заработал деньги я должен их получить я создал произведение должен его публика и так далее и так далее поэтому это мы сейчас возвращаемся к одессе конечно с одной стороны прекрасные фантастические воспоминания детства опять же там это особый климат это особый воздух это если бы у нас было время я вам сейчас пушкина читал я жил тогда в одессе пыльный там долго ясны небеса там хлопотливо торг обильный свои подъемлет паруса там все европой дышит веет все блещет югом и пестреет ну это я без остановок чудо какое чудо без остановок пушкина сослали в одессу понимаете это он пишет ссылки мало того он еще там конечно ухитрился некие связи установить женой губернатора за то же за что губернатор и вовки что это отдельная передача еще дальше поговорим но мы сейчас немножко а другой да я и все-таки вы хотели оттуда уехать потому что у вас есть статья вы пишете о том что из одессы нужно вовремя да я сейчас так считаю да так вообще к сожалению вот и советские союзы россия сегодня так устроены что вся культура вся экономика вся такая общественная жизнь сосредоточена в столицах ну даже в столице там немножко в санкт-петербурге основном москве поэтому ты можешь сделать в одессе или в рязани замечательный спектакль ты можешь написать замечательные произведения ты можешь устроить выставку выставку там своей живописи или это все никто не заметит к сожалению одесса дала миру огромное количество выдающихся писателей художников композиторов музыкантов артистов режиссер огромное количество но обязательно они должны были уехать и где-то там я не знаю как пётр науч-фоменко в москве или как питер брук в лондоне вот там сначала проявиться а потом вспомнить что они из одессы к сожалению сегодня все то же самое провинция в понимании сегодняшнем к огромнейшему сожалению с одной стороны талант питание для столицы а с другой само по себе такое к сожалению выжженное поле также с театрами сегодня провинциальным если в москве вы идете в театр и понимаете что этим театром руководит марк захаров и кто там директор понятия не имеете вы идете в современник поймете вот галина борисовна волчек вот она ушла кто сейчас будет никто будет директором кто будет руководить театр и так далее вы идете там мастерскую фоменко вы идете к женовачу идете к табакова я называю живых и мертвых подряд а в провинции вы не знаете такого знаете директора который понимает театр как помещение из которого выколачиваются деньги и где губернатор несколько раз в году проводит какие-то общегородские или еще какие-нибудь там мероприятия все на этом театр гибнет но когда я набираю очередных студентов очередную мастерскую режиссерскую в гитесе и режиссерскую актерскую то естественно я прежде всего смотрю на людей из провинции потому что вы даете именно им я москвичи почти не беру а потому что а для меня сознательный человек приехавшие оттуда человек который уже преодолел некое сопротивление дороге денег родителей еще там чего-нибудь профессии пространство это очень важно очень важно скажите а что для вас талант это вещи врожденное или приобретенные талант это конечно предрасположенность к той или иной деятельности конечно же вот у меня есть предрасположенность к гуманитарным наукам и нет предрасположенности к точным наукам мне Мне интересна физика, я до сих пор не могу понять теорию относительности, мне это ужасно интересно, я не понимаю, почему если из самолета или из поезда выбросить яблоко, то оно будет лететь вместе с самолетом, а не отдельно от самолета. А это теория относительности, я это пытаюсь изучить и понять, но тем не менее талант или способность это предрасположенность, а тем не менее есть наука, есть не случайно, даже в таком деле как театр, как работа на сцене, есть технология, есть великая система Станиславского. Я, между прочим, эту систему уже много-много лет преподаю в крупных зарубежных университетах, школах театральных, а вот сейчас в ГИДИСе, в издательстве, готовится большой двухтомник, такой учебник, пособие именно по технологии актерского и режиссерского творчества, актерской и режиссерской работы, скажу там, именно технологический учебник. Как, это так же, как, я не знаю, там, как, вот, операторское искусство, вот у нас стоит камера, и оператор в Афгике, ну, не все в Афгике, но те, кто в Афгике или в любой школе, ему рассказывают, что такое оптика, что такое, ну, дальше не буду рассказывать, как борщ. Говорят, там, вот на этой сковороде свекла, морковка, лук, а здесь вываривается мясо, а потом ты соединяешь. Другое дело, что все знают одну и ту же технологию, но просто у одной, получается, у хозяйки борщ грандиозный, а у другой почему-то так себе. То же самое здесь. Технология есть, а талант уже нарушает те законы, которые преподают в институте. Вот я учу своих студентов, режиссеров и артистов, сначала обучаю владеть законами, а потом радуюсь и счастлив, что они эти законы нарушают. Но чтобы нарушить законы, его нужно знать. Как так получилось, что будущий народный артист России два раза был отчислен за профнетригодность из театральных вузов? Я скажу вам, вот сейчас в Москве, сейчас три, четыре, четыре главных режиссера, это мои выпускники. Каждый из них был отчислен мной по разу и кого-то еще... Это нормально. Это нормально, потому что те, кто неудобен в работе, те, кто резок, те, кто сразу с тобой не согласен, они мешают учить всех остальных. Их лучше всего отчислить или перевести к другому мастеру. Но ты понимаешь, что это талант, поэтому ты его возвращаешь. У меня есть ученик, он сейчас главный режиссер Пермского театра оперы и балета, Марат Гацалов. Талантливейший парень, уже обладатель двух золотых масок. Я его пригласил уже преподавать в свою мастерскую, он ставит в Москве знаменитые спектакли в Театре нации и так далее. Я его трижды, по-моему, отчислял. Отчислял, брал обратно, ругал и все такое. Сейчас вот только что назначен мой ученик, Денис Азаров, назначен главным режиссером театра Романа Виктюка. Вот Роман умер, к сожалению. Очень талантливый парень. Я вечно ставил ему двойки, говорил, нет, это не так, это нужно. А теперь я радуюсь, я его пригласил, у меня в театре поставил замечательный спектакль. И я радуюсь, что он ставит не так, как все, не по закону, нарушает его. Это правильно, это нормально. Это прекрасно, когда учители радуются своим ученикам, он может увидеть свои плоды. Вы правы, это чудо. Во всех московских театрах и в огромном количестве периферийных, но во всех московских работают мои студенты-актеры. Во всех. Ну, то есть во всех самых крупных, самых известных. Я очень горжусь ими. Вячеслав Леонидович, но ваша карьера складывалась не так просто. И вот вы сейчас рассказываете, а, это нормально, легко, взяли отчисление, легко, запретили спектакль в театре Советской Армии. Но тогда-то было не так. Как вы поняли, что вот вы идете своей дорогой, вы идете правильной дорогой и нужно продолжать. Ну, слово «правильной» я никогда не уверен. Своей, хорошо. Вы знаете, это невероятно. Я поставил более ста спектаклей, я снял огромное количество, десятки художественных, документальных, телевизионных фильмов. И при этом каждый раз, начиная новую работу в театре, на телевидении, студенческую работу, я клянусь вам, я жутко нервничаю и думаю, как? Я же не умею, я не знаю, как же это сделать? Ничего не получается. И ужас-ужас, как же это придумать? Потом как-то вот все, все наступает. А что касается жизни, когда меня там выгоняли, не выгоняли, я очень рад, что была такая жизнь. И что было очень много таких жестких, острых. У меня там, мне не разрешали жить в Москве, выгоняли из Москвы. И выгоняли, а я в течение двух с половиной лет поставил такое количество спектаклей. В Хабаровске, в Минске, в Липецке, в Элисте, в Одессе. Я набивал руку и просто думал, какое счастье. Вы знаете, если бы сейчас, когда уже большая часть жизни прожита, если бы сейчас была такая возможность вот все повторить, я бы не менял ничего. То есть я поменял бы два события. У меня была несколько лет тому назад такая очень жесткая, тяжелая операция. Вот я бы сделал так, чтобы ее не было. Хотя уже вот тьфу-тьфу, прошло. А главное, что бы я сделал, я бы хотел, чтобы были живы родители. Все. Все остальное пусть будет как было. Вот все. Выгоняли, не давали, мешали, давили. Идеально. Спасибо, дорогие начальники. Правда? Слушайте, такое признание. Почему? Нормально. Вот только ради этого надо было встретиться. Иосиф Леонидович, театр вошел в новую эпоху. Нет? Ну разве сейчас? Что это? Тиктоке, социальные сети. А, вам это? Ковид. Нет, нет, нет. 50% наполняемых залов. Тяжело же театру приходить. Нет, нет. Это, вы знаете, уже очень много раз. Театр существует, ну скажем так, 3000 лет. Я сейчас условно, меня театроведы будут, ну откуда считать? Давайте от античного театра все-таки будем читать, а не от наскальных игр у костра. Вот, в декорациях скалы. Тем не менее, значит, театр существует вот тысячелетия. И за эти тысячелетия многократно ему предсказывали смерть. Вот там великие кинорежиссеры, когда изобрели кино, там, с небольшим лет тому назад, они, все, театр умер, есть кино, кому нужно вот. Потом изобрели телевидение, сказали, ну все, кто пойдет в театр дома, вот кнопку нажал, и эти же артисты все это и играют. Но я совершенно уверен, убежден, что театр вечен, поскольку это один из самых сильных таких институтов самопознания человека. для меня театр равен, даже не равен, выше храма. Для меня, если у человека с душой, с нервами, с внутренним состоянием беда, нужно идти в театр. И он будет, ну в хороший театр. Я не имею в виду театр такой, ну, дурной, скажем так. А театр, который занимается человеком, театр, который помогает человеку жить. Театр, где человек может соотнести себя с кем-то. Вот там Отелло ревнует и душит Дезидемону, а Джульетта и Ромео так любят друг друга. А почему мой муж меня так не любит? А почему мои дети вот не ведут себя так, как... И так далее. Я прихожу в театр за тем, чтобы он помог мне жить. Я прихожу со-чувствовать. Они там чувствуют что-то на сцене, а я хочу им сочувствовать. И поэтому это... Люди не могут лишиться от такой же мощный институт, как, не знаю, как медицина, как образование, как, ну, куда, куда это. Это то, что здесь прекрасно. Есть социальные сети, и много чего есть, и много чего будет. Сегодня в театре, конечно, технология меняется. Конечно, сегодня очень такое большое место в театре занимает сценография, видео. Ну, картинки меняются. Не меняется одно, не меняется, как говорил, опять же, наш великий учитель Станиславский, жизнь человеческого духа. Вот она не меняется. Вы много гастролировали, много путешествовали, работали за рубежом. Скажите, вот наш театр, он по-прежнему держит на сегодняшний момент планку номер один? Либо мы сдаем свои позиции, и конкуренты уже подступают. Я скажу, я думаю, что да. Я думаю, что все-таки история русского театра, история русской театральной педагогики, история русской театральной литературы, она все равно наиболее мощная в мире. Конечно, опять же, это не 90-е, когда открылся мир, и я стал к нему лицом, как у Высоцкого. Открылся мир, и на всех фестивалях мы получали первые премии, и мир был в Востоках. Это вот советский театр, да, ребята, это советский театр с выдающимися артистами, с потрясающей сценографией великого Давида Боровского, который назван лучшим сценографом 20-го века. Да, это, ну, я дальше долго буду перечислять. Сегодня, конечно, там есть, естественно, сильнейший в мире, замечательный английский театр, польский театр. Я уже не говорю о традиционных театрах, там, кабуки или китайской оперы. Тем не менее, это колоссальное богатство России, наш сегодняшний театр, огромное. Оно, по мне, оно намного богаче, чем нефть и газ, которую мы торгуем. А лучше я бы торговал по-прежнему театральным искусством и вкладывал в него. И надо сказать, что у нас есть такие организации, очень серьезные, например, Россотрудничество. Вот благодаря Россотрудничеству наш театр, например, провел такой опыт, которого никто никогда не проводил. Это было года два тому назад. Мы открыли в Берлине филиал Московского театра Школы современной пьесы. И пока не наступила эта пандемия, больше года мы регулярно играли каждый месяц. Мы играли в Русском доме в Берлине, все-таки там 500 мест, прекрасный театральный зал. Мы играли весь наш репертуар. Мало того, мы собирались это продлить, Лондон-Париж, но вот наступила эта пандемия, я надеюсь, что это все будет продлено. Это очень хорошая идея и затея. Вот я бы тратил деньги на то, чтобы с людьми в мире устанавливать культурные, человеческие связи, а не пугать их, у кого раньше ракета долетит и кого раньше снесет. Кто в Русский дом в Берлине к вам приходил на спектакль? Это местные, это иммигранты? Замечательный вопрос. Это удивительно. Я вам сейчас скажу, потом даже одну байку, анекдот расскажу про Женеву, у нас гастроли. В Русский дом приходили ровно наполовину женщины-немки с мужьями русскими и немцы с женами, наоборот, русские жены с немецкими мужьями. И это удивительно. Вот у нас же строка идет, вот идет спектакль, идет строка. И вот идет какая-то шутка, и в начале половина зала хохочет. Те, кто понимает, ха-ха-ха, потом эхо, второе ха-ха-ха. А вот я обещал байку, это несколько лет назад у нас были гастроли в Женеве, в театре «Каруш». Очень хороший, замечательный, огромный театр. Я там потом спектакль ставил, тоже они меня приглашали. Но приехала наша труппа московская, все волнуются, в зале, естественно, никаких русских, только швейцарцы, только местные. Вот полный зал людей, огромный зал. И начинается спектакль, и я ничего не понимаю. Я как-то так вот вижу, я там где-то в последнем ряду стою, и вижу, что как-то нервно артисты играют, очень напряженно, думаю, ну что ж такое, господи, ребята, мы в 50 странах гастролировали, ну еще в Женеве, что тут такого. Я бегом за кулисы, прихожу, говорю, что такое? Они говорят, очень странно зал себя ведет, очень странно. Мы говорим текст, а они все время весь зал кивают нам. Мы говорим что-то, они с нами соглашаются и кивают. Я думаю, что за ерунда? Я вышел, стал смотреть на зал. Оказывается, они слушают текст, а там наверху идет эта самая строка. Они слушают, потом поднимают голову, читают и опускают. И весь зал кивает. Я побежал, успокоил артистов, что они с вами согласны, они читают, что вы сейчас сказали. Так что вот такая была в Женеве шуточка. Иосиф Леонидович, но помимо всего прочего, вы выпускаете книги, вы уже сказали об этом. И у вас потрясающий слог. Действительно потрясающий. Чудесно. Любому графоману, вы знаете, как приятно. На жуфаке. Да, да, да. Скажите, пожалуйста, вот у вас есть книга, посвященная путешествиям. Да. Вы вообще любите такой экстрим. У меня даже две таких книги. Одна называется «Прогулки по бездорожью», а другая недавно вышла в О2СТ в крупнейшем издательстве. Она называется «Странные страны». Я, поскольку живу в России, люблю Россию, то у меня все другие страны странные. Вот, поэтому книжка называется «Странные страны». Да. Так вот, в связи с этим вопросом. Сейчас границы не очень открыты. Да, все болеют. Как вы путешествуете по стране? Открываете для себя какие-то новые места на территории нашей карты? Да, конечно. Я очень много. Я очень много езжу и работаю. Я, собственно, независимо от зарубежных наших поездок и гастролей, мы же очень много гастролируем в России. Наш театр гастролировал. Если я начну перечислять, у нас не хватит времени передачи. Хабаров, Гладивосток, Курилы, Петропавловск на Камчатке. И в эту сторону, Калининград, и в ту сторону. Вот, ну, нет крупного города в России, где мы бы не играли. И я во многих городах сам ставлю спектакли, я во многих городах провожу мастер-классы, лекции. Это нормальная жизнь, когда ты кому-то еще нужен. Скажите, как выглядит ваш рабочий день? Ничего себе. Не, ну вы преподаете. Пожалуйста, я сегодня, вот рассказываю вам сегодняшний рабочий день, при том, что вчерашний закончился, вчерашний закончился в начале первого ночи. Вот, сегодняшний начался в 8 утра. Потом я пришел в театр, провел небольшую репетицию, двухчасовую. Потом я, не потом, до этого я еще провел небольшое совещание. Сейчас я приехал к вам. Дальше у меня репетиция перед вечерним спектаклем с артистами. Вечером идет спектакль «Фаина и эшелон», на который приходят всякие, извините, наши начальники, министры сегодня приходят смотреть наши спектакли. Вот. И на год они к вам ходить в театр? Ну, по-разному. Ну, этот спектакль «Фаина и эшелон», простите за нескромность, это спектакль, который он уже получил три крупнейших премии, в том числе вот актриса Елена Санаева получила государственную премию. И десятки рецензий «Фаина и эшелон». Спектакль интересен тем, что... Я сейчас отвлекся, как я буду день проводить сегодня. Закончу общение с министром. Спектакль интересен тем, что я поставил... Я поставил книжку моей мамы. Мама, которая вот незадолго до смерти, она дожила 91-го года, она... Я попросил ее, она писала книжку о своей жизни. Вот. О том, что прошло, о том, что помню, о том, что люблю. Вот. О том, что прошло, я там помню, люблю. И я решил... Вот к 75-летию я подумал, вот это самое правильное. Никакой художественной литературы. Вот моя мама, простой человек, которая в 15-летнем возрасте ехала в эшелон и видела, как на ее глазах погибли ее родители. А потом работала в госпитале для солдат, там, без рук, без ног и так далее, и так далее. У меня папа, герой войны, он расписался на Экстаге. И я поставил книжку своей мамы о декорации. Сделала моя старшая дочь, Маша Трегубова, которая шестикратный лауреат золотой маски. И вообще, ну, художник, которая делает, я не знаю, там, спектакли с Барышниковым в Нью-Йорке, в Лондоне, в Большом театре у нас. Ну, такая, она крупный художник. Ну, вот она сделала книжку своей бабушке, а я своей мамы. Вот спектакль называется «Фаина эшелон». Просто я еще когда-то, много лет тому назад, я снял такой фильм на телевидении. Он назывался «Эшелон». Такой двухсерийный фильм, где играли знаменитые актрисы. Мария Владимировна Миронова, Алла Борисовна Покровская. Их всех уже нет. Нина Дорошина, Алла Балтер, такие знаменитые. Этот фильм очень часто повторяют по телевидению. И я вот соединил фильм, в котором тоже уже элементы биографии моей семьи, ну, биографии мамы и истории семьи. Вот этот спектакль, я говорю, я впервые за много лет не получил ни одного отрицательного отца. Вот только хвалят и выдвигают на премию. А после спектакля я встречусь и буду долго уговаривать его общаться со своим великим однокурсником Анатолием Васильевым, который сегодня собирается прийти на спектакль. А я собираюсь уговаривать его поставить спектакль в моем театре. Потому что, к огромнейшему сожалению, великий режиссер современности ставит в Париже, где-то в Европе бесконечно, а здесь почему-то он не ставит. То есть я знаю почему, но это тема другой передачи. У вас день рождения 12 июня. Да. Это же красный день в календаре. Конечно. Вы патриот России, это же день России. Безусловно. Безусловно. Ну, что значит патриот? Я просто... Это слово мы же все понимаем по-разному. Я очень хочу, чтобы моя родная, любимая страна жила свободно, цивилизованно, культурно, с огромным багажом того запаса, который у нас есть, и который мы не всегда разумно тратим. У нас есть самое главное достояние, талантливейший русский народ, талантливейшие люди. Русские, они национальности имеют в виду. Я сам Рейхельгалус какой-то, хотя... Меня говорят, ну, кем вы себя ощущаете? Я говорю, кем вы себя ощущаете? Я русский режиссер. Иосиф Рейхельгалус. Спасибо большое, Иосиф Леонидович, что вы сегодня к нам пришли, потому что вы яркий представитель русского мира. Так, так. И до встречи в театре. Теперь я приглашаю до вас и ваших телезрителей в Московский театр Школы современной пьесы. У нас в театре девять народных артистов. Вы представляете? Не шутка. Девять, да. И каких? Татьяна Васильева и Ирина... Ну, сейчас мы начнем новую передачу. Александр Галибин и многие другие. Спасибо. Друзья, ходите в театр. До встречи в Школе современной пьесы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова